Массовая гонка лыжня России начинается с общего старта. Взрослым спортсменам необходимо пройти дистанцию в 5 километров, юным всего в один. Без особого труда трассу преодолевают подготовленные лыжники. Они знают, как сэкономить силы, где нужно бежать, а где скользить. Бежать нужно на склонах, когда склон поднимается вверх, потому что если ты остановишься, тебя потащат вниз, и потом будет намного сложнее подняться. А скользить? А скользить намного проще, отдыхаешь. То есть вниз, когда едешь? Да. Во время гонки лыжникам приходилось проходить лесополосу и крутые подъемы. Однако дистанция в несколько километров никого не испугала. Пройти ее на лыжах для этих ребят гораздо легче, чем пробежать без них. Ведь во время лыжной гонки у спортсменов работают не только ноги, но и корпус. На лыжах сложнее бежать, чем просто на ногах? Нет, на лыжах легче, чем на ногах. Почему? Ну, как бы сказать, ты палками работаешь, а руками на лыжах отталкиваешься. Здесь собралось около 400 детей. Ну, вы знаете, зима бесснежная, но усилиями школы, наши муниципальные лидеры, усилиями, скажем так, тех людей, которые заинтересованы в развитии видов спорта. Сегодня мы проводим этот прекрасный праздник. К финишу пришли все участники лыжни России. В этом есть заслуга судей, следивших за прохождением трассы. Кто-то может заблудиться, и надо его поймать в лесу. И в смысле, и сказать ему? И вернуть на трассу, да. Были на гонке и те, кто встал на лыжи впервые. Они на своем опыте показали, что приобщиться к этому виду спорта может каждый. Павел Игошин, Евгений Власов, Смотри Хабаровск. Продолжение следует...